Где-то примерно год назад, когда еще на этом канале выходили сплошные видосы по доте, я сделал видео про Вильнюс, один из моих любимых городов Европы. И это видео имело оглушительный успех, всего за год собрав столько просмотров, сколько репортажи со дна собирают за две недели. Поэтому я принял решение купить билет на Праге и снять еще одно такое видео. Я не знаю, что вы взяли бы на моем месте, отправляясь в такую же ответственную поездку за границу, но лично я решил, что мне будет достаточно заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, чистой пары трусов и ноутбука Acer Spin 5. До момента прибытия в Чихию мне сначала понадобится доехать до аэропорта, дождаться самолета, затем пролететь на этом самолете где-то примерно три часа, но благодаря магии монтажа я могу сделать вот так вот. Прямо сейчас я нахожусь в одном из беднейших районов Праги, в квартире, которую я снял на Airbnb, но тем не менее, как вы видите, сама квартирка достаточно уютная и кое-чем я был даже приятно удивлен. Дело в том, что в Европе для того, чтобы лучше продавать квартиры на первых этажах, которые считаются не особо престижными из-за того, что в них нет балкона, их продают вот с такими двориками небольшими, в которые есть доступ только у, собственно, владельцев квартир. Здесь сейчас немного шумно из-за того, что здесь идет ремонт, доступ здесь есть только вот у меня, здесь решетка, здесь сюда никто не проберется, здесь забор. И если у вас есть такой прекрасный дворик, то вы можете, например, посадить здесь картошку или пожарить шашлык летом, ну, то, что вот это мы, русские, любим делать. А еще здесь есть пол с подогревом, и, господи, это лучшее изобретение человечества за всю его историю. Это лучше, чем пенициллин, это лучше, чем Тесла, это лучше, чем все ракеты Илона Маска вместе взяты, это лучше, чем квантовые суперкомпьютеры, это самое наглядное и главное подтверждение существования технического прогресса и его пользы. Ну что ж, буквально вот-вот мы отправимся исследовать Прагу, но перед этим я должен сказать несколько слов о вот этом самом ноутбуке, который я взял с собой в поездку. Если вы смотрели мой ролик про мои самые удачные покупки, то, возможно, вы помните, что у меня есть 15-дюймовый MacBook Pro, один из тех новых, в которых есть Touch Bar, в котором есть вот эти USB-C порты потрясающие. И, как я говорил в том видео, я действительно разочаровался в этом ноутбуке, потому что он был недостаточно мощным даже для того, чтобы тянуть допл на минималках, при том, что он стоит 4000 долларов. Окей, вы можете сказать, что нет, этот ноутбук, он не игровой, он предназначен для того, чтобы монтировать на нем видео, но, тем не менее, с недавнего времени Apple то ли убрали, то ли вот-вот уберут поддержку OpenGL, которая использует огромное количество видеоплагинов. То есть спустя 2 года у меня на руках останется абсолютно бесполезный кусок металла, на котором я не смогу ненормально поиграть, ничего нормально смонтировать, я только смогу бразить на нем интернет и смотреть какие-то видосики, и все это мне стоило 4000 долларов. Стоило ли платить 4000 долларов за то, чтобы набирать документы, смотреть какие-то видосики и обрабатывать фотографии, я не знаю. Может быть, если бы я был каким-то профессиональным фотографом, то да, но я не профессиональный фотограф. Поэтому в эту поездку я взял с собой Spin 5, это новый ультрабук от компании Acer, который намного компактнее, потому что у него все-таки поменьше диагональ экрана, она 13,3 дюйма, если не ошибаюсь. Внутри этой крошки процессор Core i3, но, в принципе, есть возможность приобрести конфигурацию с i5 или с i7, если у вас есть такая потребность. Да, ты не поиграешь на нем в какой-то Battlefield 5 на максималках и не сможешь смонтировать какой-нибудь голливудский блокбастер, но он, в общем-то, и не для этого сделан. Это ноутбук, который удобно брать с собой в поездки, а также пользоваться им каждый день, брать его с собой куда-нибудь на работу, в университет, или, может быть, даже дома на нем работать. На нем также прекрасно можно обрабатывать фотографии, набирать какие-то документы и даже монтировать какие-то лайтовые влоги, если там нету каких-то сверхсумасшедших спецэффектов. То есть, фактически, он может выполнять все, для чего мне служит мой MacBook, но при этом стоит он в пять раз дешевле, да и по размерам он немного компактнее. И еще кое-что. Легким движением руки ноутбук в планшет. То есть, как вы уже, наверное, поняли, экран у ноутбука не простой, а сенсорный, что позволяет ему работать, в том числе и в режиме планшета. Ну а про остальные плюсы этого красавчика я буду рассказывать вам по ходу этого видео. Поехали! Прага это очень интересный город. С одной стороны, Чехия отказалась принимать вообще хоть какое-то количество мигрантов из Африки, за что ее осуждали многие страны Евросоюза, называя чехов ксенофобами. Но подобные заявления довольно странно слышать, ведь на территории той же Праги находится огромнейшее количество мигрантов. Просто все они не из Африки, как и в остальных странах Евросоюза, а из России и, конечно же, из Украины. Наверное, первое, с чем вы познакомитесь в Чехии, это общественный транспорт. Ведь такси здесь не из дешевых, а общественный транспорт охватывает практически каждый пражский закоулок. Основные виды транспорта здесь это трамвай и метро. По приезду вы можете наткнуться на такой вот старый трамвай и уже начать брюжать, что вот у нас такие трамваи уже отправили в металлолом, но внешность обманчива. Хоть своим видом эти трамваи и напоминают своих братьев времен Советского Союза, внутри они оборудованы лучше, чем большинство современных трамваев, колесящих по улицам Москвы и Питера. Здесь и аккуратные металлические валидаторы для билетов вместо уродских пластмассовых, здесь и кнопки для открывания дверей, чтобы не тратить лишнюю энергию и не впускать холодный воздух в салон с улицы понапрасну. Здесь вам и табло с полной информацией о маршруте, да и кабина в таком трамвае выглядит вот так вот. В общем, старым такой трамвай может показаться только снаружи. Ну а те трамваи, которые и снаружи выглядят современными, внутри и вовсе похожи на прототипы трамваев, которые у нас планировали запустить к чемпионату мира, но почему-то в последний момент выяснилось, что такие трамваи произвести просто невозможно и что это был только прототип, но почему-то у чехов прекрасно получается их производить и делать это серийно. Вы только посмотрите на это огромное панорамное окно, из которого, сидя сзади, можно наслаждаться видами Праги по пути куда-нибудь в центр города или из него. Казалось бы, мелочи, но именно такие мелочи, а также внимание к людям и особенно к туристам, в итоге сформируют ваше мнение о городе. Ну и то же самое можно сказать и о ноутбуке. Обнаружив различные приятные продуманные мелочи, ты начинаешь получать удовольствие от его использования. Например, одной из таких мелочей является сканер отпечатка пальцев. Эта штука позволяет входить в систему всего за секунду и не допустит к вашему аккаунту какого-нибудь киберхакера, который украдет ваш ноутбук и захочет похитить ваши пароли от Pornhub и X-Videos. Я бы хотел себе такую штуку и на домашний компьютер, потому что это самый удобный способ входа в винду. Это даже намного быстрее, чем пин-код, для ввода которого вам все равно нужно нажать 4 кнопки. Помимо трамвая, вы также часто будете путешествовать по пражскому метро. Оно не особо большое, всего три ветки, но они покрывают город в достаточной мере. Многие станции метро Праги строились при СССР, поэтому и само метро, как вы можете видеть, также не особо сильно отличается от многих станций метро в Питере или Москве. То же самое можно сказать и про поезда, которые в принципе ничем не отличаются от новых поездов в наших подземках. Пока мы с другом ехали в метро, я заодно заценил фотокарточки и видеофильмы, которые я наснимал на камеру за первые пару часов. Не думал, что когда-нибудь буду дополнительно этому радоваться, но владельцы новых макбуков меня поймут. Здесь есть встроенный кардридер. Я могу просто взять SD-карту и вставить ее, и все. На MacBook Pro мне для этого понадобится переходник USB-C на обычный USB, и затем еще кардридер со шнуром USB. Ну или можете купить оригинальный dongle от Apple всего за 3500 рублей. Более того, отсматривать материал весьма удобно в режиме планшета. Экран весьма отзывчив в плане управления и очень достойно передает цвета. Ну а за счет IPS-матрицы экран имеет еще и неплохие углы обзора. Ну вот мы и приехали к первой достопримечательности – Пражский град. Это, вероятно, одно из самых известных и посещаемых туристами мест в Праге. Оно представляет из себя большую крепость, внутри которой возведен высоченный 124-метровый собор наподобие кельнского и выполненный в том же архитектурном стиле. Также где-то внутри крепости обитает президент Чехии. Я так точно и не понял где, возможно, это вообще государственная тайна, но судя по этим часовым, которые обычно охраняют всяких важных персон, президент находится где-то тут. Я уже сказал пару слов про собор, но не показал его изнутри. Здесь разрешена свободная съемка, полно туристов, но при этом, как я понял, в соборе все же проводятся богослужения. Самое главное, что бросается в глаза и ощущается с первой же секунды нахождения внутри, так это высота здания. Собор Святого Вита и снаружи выглядит немаленьким, но особенно вся его мощь чувствуется именно тогда, когда ты находишься внутри этой махины. Ну а у задней стены собора установлена рождественская елка и несколько палаток с местной едой. Все это было довольно мило и атмосферно, но особого желания задерживаться в Пражском Граде я не ощутил, поэтому мы свалили оттуда, проведя в общей сумме где-то час. Второй достопримечательностью, которую я увидел уже вечером, стало вот это. Как я вычитал в интернете, это памятник Яну Палаху, студенту, который в 1969, по-моему, году сжег себя в знак протеста против оккупации советскими войсками Чехии. Сам памятник выглядит достаточно странно, он состоит из двух монументов, один из которых, по-моему, вот тот, который ржавый обозначает мать самоубийцы, а вот этот памятник, который блистающий, весь такой чистый и металлический, он означает самого сына самоубийцу. А теперь ответьте мне, пожалуйста, честно, вот если бы я вам сейчас все это не рассказал, вы смогли бы о чем-то из этого догадаться сами? Тут ведь нет никаких табличек или текстовой информации, по которой можно было бы понять вообще, что это такое. Это место даже на гугл-картах не отмечено. Если бы мой друг не сказал мне, что это является каким-то памятником, то я прошел бы мимо, думая, что это просто какие-то декоративные статуи. И, на мой взгляд, это не очень здорово, потому что основная функция памятника это хранить память и постоянно допоминать людям о чем-то или о ком-то. И, как вы, наверное, уже поняли, по моему мнению, этот памятник своей функции вообще не выполняет. Пока вы будете гулять по Праге, вам наверняка захочется перекусить. И тут я вам советую местный аналог Сабве. Называется он как-то типа Багетерия Булевар, и это полностью отражает суть заведения, потому что основу меню здесь составляют длинные сэндвичи из багетов. Если вдруг окажетесь здесь, то смело заказывайте меню с куриным сэндвичем. Очень нежная и хрустящая булочка и просто какой-то невероятный соус. Я не знаю, из чего он сделан, но он просто божественный. Также тут есть бесплатный Wi-Fi, а это значит, что вы можете бесплатно посерфить интернет. Кстати, на моем ноутбуке Acer Spin 5 особое внимание уделено Wi-Fi соединению, поэтому, имея хорошую скорость интернета от роутера, вы полностью сможете ее ощутить. Если же говорить не о фастфуде, а о каком-то месте с более традиционной кухней, то могу посоветовать вам бар Крчма. Достаточно уютное место, и по словам его владельцев, оно работает на протяжении уже нескольких веков. Если вы хотите вот что-то прям совсем уж традиционное, то можете заказать колено свиньи. Я не знаю, кому в голову пришло готовить колено свиньи, но выглядит оно не то, чтобы особо аппетитно, оно как будто пережарено. Но тем не менее, если вы разрежете эту корку, то под ней найдете огромную кучу мяса, которая, как по мне, похожа на мясо какой-нибудь курицы. Однако самого мяса в этой штуке очень много, поэтому как минимум вы точно наедитесь. После употребления подобных блюд вы вряд ли сможете быстро покинуть ресторан, потому что еще минут 20 вы будете сидеть с нереальной тяжестью в животе и переваривать съеденное. Вы почувствуете себя питоном, сожравшим другого питона, который перед этим сожрал слона. Ну а я воспользовался этими 20 минутами с пользой, и я пять раз подряд пересмотрел клип моей любимой блогерши Марьяны Ро. Самой доброй, честной и искренней девочке в интернете. Причем, если вы будете слушать звук с динамиков, то никаких неудобств вы не испытаете, так как в любом режиме динамики будут повернуты на вас. Это касается и обычного режима, и режима планшета, и даже вот такого режима, если вдруг вы захотите использовать только тачскрин на стоящем на столе ноутбуке. Еще одна интересная особенность Праги – это дорожное покрытие. Оно практически везде сделано из брусчатки, и это делает вид города в разы более уютным. Во многих местах брусчатка здесь уложена даже на проезжей части. В какой-то степени она служит постоянным лежачим полицейским, потому что водитель, который по ней едет, будет разгоняться менее охотно, чем когда он едет по асфальту. По этой причине брусчатку здесь можно увидеть даже на краю города, в то время как на краю наших городов не всегда есть даже асфальт. Ну и, конечно же, главное преимущество Праги – это архитектура домов. Если во многих европейских городах в центре есть так называемый старый город, ограниченный одним районом, то Прага едва ли не целиком сама является старым городом. Уютные малоэтажные домики здесь находятся даже на периферии. На первых этажах почти всегда расположены какие-то кафешки, магазины одежды, техники и так далее. В то время как у нас в Питере там чаще располагаются всякие фикс-прайсы, секонд-хенды, магазины 24 часа и смазки и масла для автомобилей. Более того, все эти местные магазинчики и кафешки часто имеют вековую историю, поэтому даже находясь где-то далеко от центра города, вы можете не бояться зайти в какую-нибудь кафешку Пабло и пообедать там. Да, в Питере вы, конечно, тоже можете пообедать в каком-нибудь бестро на краю города, но есть вероятность, что после этого от съеденного вас ждет быстрая, но мучительная... СМЕРТ! Также подкупают и другие мелочи, например, в Чехии есть определенная проблема с граффитистами. Я понимаю, что это уличное искусство и что вот это вот граффити-бич наверняка содержит глубокий социальный скрытый смысл, но все-таки лучше, когда забор чистый и на нем висит плющ, мешающий уличным художникам создавать свои новые шедевры. Я побывал и на самом краю города, причем побывал ночью. Это, кстати, к вопросу о безопасности города. Здесь повсюду расположены камеры, но и без этого ко мне на улице никто не подходил. И обратите внимание, что даже на краю города, в относительно бедном районе, новые дома состоят не из 30 этажей, как у нас, а точно так же из 5-6, как и в центре. Более того, территория вокруг каждого из этих домов точно так же обустроена и ухожена. И даже у мусорных баков здесь есть симпатичные домики. Ну и если вдруг окажетесь здесь, то не упустите возможность прогуляться ночью, потому что если и есть что-то более красивое, чем Прага, то это, наверное, только ночная Прага. И в отличие от многих городов Европы, находясь в Праге, вы можете не переживать за свою безопасность, потому что даже в это время суток, даже на краю города, вы можете спокойно снимать видос на камеру за 200 кусков, и никто вас не тронет. Ну и на этом я, пожалуй, закончу свой рассказ про Прагу, потому что пробыл я здесь буквально несколько дней. Может быть, если бы у меня было больше времени на знакомство с этим городом, то и видео получилось бы подлиннее и посодержательнее. Ну а я надеюсь, что даже в таком виде оно было вам интересным. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ну а если вас заинтересовал ноутбук, о котором я рассказывал, то всю инфу о нем вы можете найти по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok